Всем-всем-всем привет, дорогие подписчики, всем привет! Поздравляю всех с прошедшими праздниками, с Рождеством, с Новогодними, с Новым Годом, с Новогодним Новым Годом! Итак, по поводу прошедшего видео, 100 дней, челлендж 100 дней без алкоголя, я действительно, наверное, забыл, что есть люди, которые вообще не пьют и ведут постоянно трезвый образ жизни. Блин, так это же круто! Вы подаете пример всем, и в том числе мне. Так держать. Теперь мы будем делать трезвое поколение, трезвую молодежь, и будем подавать пример вместе. Итак, вернемся к Новогодним праздникам, вкратце расскажу, как я их провел. А провел я их очень круто, за полярным кругом на своей родине, где очень красивая природа и очень много снега. Хоть я там и вырос, но покататься на горных лыжах впервые у меня удалось только на этих праздниках. Я посетил один из горнолыжных курортов Кольского полуострова. Это просто круто, блин! Я настолько рад! Теперь у меня появилась новая мечта приобрести горные лыжи. Также удалось покататься на снегоходе, да и просто круто погулять по тихим, спокойным снежным местам. Дорогие подписчики, делитесь в комментариях, как вы провели праздники, кто как отдохнул, ну или может быть кто как работал. А теперь хотелось бы немножко подытожить и ввести такую тематику, как ответы на вопросы. Хотя вопросов, конечно же, еще накопилось немного, канал у меня новый, но тем не менее выбрал два хороших вопроса. Я говорил раньше, что отказался от зумной пасты. И действительно, рецепт моей пасты это чистая сода, заказываю ее на iHerb, и кокосовое масло. Все это вместе, делаю небольшими порциями и очень круто все работает, скажем так. Есть много видео в интернете, где добавляют еще глиняный порошок, но я поисками еще не озадачивался, его не нашел. Но тем не менее, кстати, можно еще в магазине, я встречаю, есть пасты, в продаже пасты без фтора. Ну, в том числе, есть паста без фтора, также можно заказать готовую уже на iHerb. Вот. Теперь вернемся ко второму вопросу по поводу вреда рыбных продуктов. Итак, поехали. Рыба впитывает в себя все ядовитые вещества, находящиеся в воде. Морская пища является причиной номер один пищевых отравлений. Многие водные артерии загрязнены экстрементами человека и животных, а отходы жизнедеятельности переносят опасные бактерии. Рыба – один из самых сильных аллергенов. Рыба – распространенный и достаточно сильный аллерген. Даже термическая обработка не снижает опасного воздействия антигенов. Некоторые детки не переносят только определенные виды рыбы, другие вообще не могут ее есть. Аллергии называют иммунную реакцию организма на вещества антигенной природы, сопровождающиеся повреждением структуры и функций клеток, тканей и организмов. Чаще всего причиной аллергии является иммунная реакция организма на вредные, ядовитые или просто опасные для здоровья продукты. Поехали дальше. Жирные кислоты омега-3 из рыбы не так полезны для человека, как о них говорят. Плоть рыбы содержит омега-3 жирные кислоты, которые, кажется, являются сердечно защитными. Однако существуют более здоровые источники этих кислот, особенно семена льна, в меньшем количестве соя, грецкой орехи, тофу, тыква и пшеничной проростки. Кроме кислот, эта пища растительного происхождения обеспечивает иммунно-стимулирующие волокна и антиокислители. А еще они не содержат ядовитые вещества, металлы и канцерогенные вещества, найденные в плоти рыбы. Плоть рыбы содержит большое количество белка. В то время, как большинство людей думают, что это хорошо, средний человек потребляет большое количество лишнего белка, что ведет ко многим проблемам со здоровьем, включая почечные камни и остеопороз. В отличие от жиров и углеводов, белок не может накапливаться в человеческом теле. Любой потребляемый белок, который превышает количество, которое может использоваться в данный день, расщепляется и выводится из организма. После того, как мы съедаем сконцентрированный белок, такой как лососевый стейк или филе рыбы, нашу кровь нужно освободить от отходов белка, таких как мочевина, аммиак, фрагменты аминокислот. Так как чистка требует кальция, лишний белок от рыбы вызывает потерю кальция через мочу. Год за годом потеря кальция может привести к хрупким костям, которые легко ломаются, так как возникает остеопороз. И вот мы разобрали две темы. Надеюсь, видео было интересное. Впереди нас ждет много работы. Будет куча полезных видео, будет насыщенный январь. Итак, если понравилась рубрика, пишите, задавайте вопросы на любые темы. Я буду периодически на них отвечать. Вместе мы будем вести здоровый образ жизни, наращивать мышечную массу и идти к финансовым победам. До встречи, всем пока!